Здравствуй, дорогой солдат! Или здравия желаю, товарищ солдат! Так начинается большинство писем, которые буйские дети адресуют нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Маленькие бумажные треугольнички ярко подписаны словами благодарности и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. Уже не в первый раз учащиеся школу номер 9 пишут такие письма на передовую. Акция «Весточка из дома» прошла здесь в мае в прошлом учебном году. И сейчас, 12 сентября, почти сразу после начала нового учебного года, проводится опять. Жизнь идет своим чередом. Но для того, чтобы так продолжалось, наши воины отстаивают родину, защищают мир, воюют за каждого из нас. И об этом нельзя забывать. И этому надо учить детей. Учащиеся девятой школы сразу согласились на призыв своих учителей. Школьников поддержали их родители. И совместно было решено не только написать письма поддержки, но и собрать маленькие подарочки. Начали с носков. И в результате собрали 425 пар, а позже начали приносить гостинцы. Средства гигиены, аптечку все аккуратно рассертировали и упаковали. 22 сентября посылки были переданы для отправки тем, кто занимается этим в буй уже с марта месяца. Это две буйские активистки, общественницы Ирина Андреевна Стасилович и Ольга Сергеевна Зиновьева. Пунктом сбора посылок для отправки нашим воинам служит кабинет номер 8 на третьем этаже Сбербанка. Организатор этого благого дела – две прекрасные женщины, наши землячки. Сами приехали в школу, чтобы забрать посылки. Их встретили юноармейцы под руководством Любови Александровны Пучковой. Директор школы Ольга Геннадьевна Смирнова и ее заместитель по воспитательной работе Светлана Николаевна Беляева. Я хочу признать Ирину Андреевну, наша опора и защита наших ребят там, которые находятся в боевых действиях. Ребят мы не то что всех знаем, мы просто их знаем. Это наши бойцы, это наши защитники Родины. Когда-то Ирина мне позвонила, это было уже начало марта, она мне спросила «Оля, у нас кто-нибудь помогает ребятам в городе?» Я говорю «Нет». Она говорит «Надо помогать». И вот мы совместно организовали сначала просто весточку из дома, сделали такую аннотацию, всем рассылали, люди откликнулись, приносили нам все, что вы могли от души. А потом создали группу «Своих не бросай». Ирина Андреевна там администратор, она все размещает. Это очень полезная группа для тех, кто сопереживает нашим ребятам, кто ждет весточки с фронта. То, что мы отчеты там, вот что люди приносят, мы там все размещаем. Честно говоря, ребятам наша помощь просто необходима. Просто мы понимаем, что государство должно их содержать. Это все понятно. Но то, что мы здесь с вами делаем, то, что они понимают, что их на родине ждут, в них верят, ими гордятся. И это вы в своих письмах пишете. Вы понимаете, когда мы первый раз доставляем сами, вот именно Ирина Андреевна и брат привозят туда на фронт наши посылки. И когда ребята первый раз читали, у них действительно были эмоции, зашкаливали. И они носят ваши письма с собой. Это как их талисман, понимаете. И поэтому ваши письма им очень нужны. А еще ваши вкусняшки им тоже очень нужны. Спасибо вам, спасибо педагогам, спасибо вашим родителям. Вы делаете неоценимую помощь для нашего. А тем более, вы знаете, что президент частичную мобилизацию организовал. Я думаю, нам нельзя останавливаться на достигнутом. Идут уже не то, что ребята, которые воюют профессионалы, а ребята, которые просто прошли армию. Армию, да, они прошли, они там учились, но они не участвовали в боевых действиях. Для них это будет большое испытание. Поэтому наша с вами задача их поддержать, помочь и не останавливаться на достигнутом. Я благодарю ваш коллектив, благодарю вас. Вы действительно первая школа, которая откликнулась вот так четко. Да, она помогает из других школ. Все, приносят и родители, и педагоги, тоже организовывают и письма, и все. Я думаю, на достигнутом мы не будем останавливаться. А вам, низкий покой. Вы действительно герои тоже. Молодцы. И вы тыловой фронт. Спасибо вам. Я хочу добавить, что, ребята, мы обещаем, что ближайшую отправку, все ваши посылочки, все ваши письма, все ваши вкусняшки, теплые носочки мы передадим нашим бойцам. И по возможности, если появится такая возможность, вы эти свои надписи, теплые пожелания увидите уже рядышком с ребятами. Да, обязательно бойцы будут держать ваши посылки с вашими надписями, вот такими замечательными надписями. Обязательно постараемся сделать фотографии бойца. Письма – это действительно весточка из дома, частичка родины. В них ребята незамысловато пишут о своей жизни, об учебе, о том, что гордятся своими защитниками. Каждое письмо согревает своей поддержкой. Солдаты знают, что они идут в бой за наше будущее. Несколько писем юные армейцы прочли вслух. Спасибо, чтобы их везли. Спасибо, обязательно. Все, каждое письмо перед этим ребятам. Вы знаете, иногда у нас не хватало писем, а ребята получали посылки, и они говорили, ой, а у меня письма нету. Они так расстраивались, и они делились друг с другом, сами почитают. А сейчас мы отправляем опять столько письма, мы просто рады. Я думаю, что ребята будут очень рады. Каждому достанется в этот раз, да. Поэтому они делятся вашими письмами. Я хотела сказать, вот еще Ирине Андреевне звонили даже родители ваши, ну, ваших учеников девятой школы, и говорили, ой, а мы только вот узнали об этом. Говорит, мы можно принесем, мы не успеваем. В общем, они хотели помочь. То есть, мы, говорит, это очень много узнали от вас детей, о спецоперации, о помощи бойцам. Спасибо вам большое, ученики, что вы донесли до своих родителей. А я хочу поблагодарить педагогов за такой уровень воспитания детей, что дети приходят домой, рассказывают своим родителям, что они родителей подталкивают на такие важные вещи, что родители звонят, спрашивают, что лучше принести. То есть, мало того, что они с детьми месяц ходили в магазин, закупили необходимое, они еще нам звонят. То есть, это уровень патриотического воспитания высоченный. Спасибо большое педагогам. В школе номер девять уже много лет работает детско-ветеранское объединение «Наследие», а теперь и отряд юнармии. Школьники шествуют на мемориалом память, над созданием которого наряду с другими боевлянами работали члены общественного совета при главе города. Председатель Людмила Васильевна Ширяева и член совета Татьяна Евгеньевна Тукмачева тоже были почетными гостями акции «Весточка из дома» в девятой школе. Хочу сказать огромное спасибо вам, ребята, вашим родителям, вашим учителям за ту работу, которую они проводят, за то, что вы правильно сказали, надежный тыл. У вас уже в душе, что нужно помогать другим, что нужно беречь нашу родину, что нужно уделять внимание пожилым, что нужно сохранять память о погибших. И вот сейчас эта новая акция, она, конечно, не оставит в равнодушном ни вас, ни ваших родителей, ни ваших близких, ни всех, кто вас окружает, потому что вами можно гордиться. За то, что вы делаете доброе, хорошее дело. Вы настоящие граждане нашей большой и необъятной России. Спасибо вам всем. Ребята, спасибо вам за участие в военных делах нашей Родины. А ребятам, которые служат, защищают нас, нашу Родину на фронте, я хотела бы пожинать быть здоровыми и возвратиться как можно быстрее с победой. Как только началась спецоперация, сразу же фактически мы начали работать в этом направлении. То есть сначала мы в Кострому отправляли, чтобы там ребята закупали необходимое, и уже отправляли с частью. А потом уже людей становилось все больше и больше, и поэтому приняли решение устроить здесь пункт сбора. И уже с марта месяца мы на протяжении всего времени отправляли в школу номер 9, собирает где-то, да, солдат. Нам педагоги позвонили, мы с ними сотрудничаем, мы знаем. Как сотрудничество это происходит? Ну, мы подъявы лично, по туризму с ними знакомы, поэтому мы знаем друг друга хорошо. Поэтому они позвонили с Львовом Александром, вообще моя соседка позвонила, сказала, что у них такое мероприятие, мы их поддержали, и обязательно все передадим ребятам. Ну, хочется сказать, что они не первый раз уже в конце учебного года они помогали, приносили. То есть это у них не то, что разовая какая-то акция, они вот помогают, без разных просьб. Просто приносят и все, помогают и все. Сбербанк, третий этаж, восьмой кабинет, то есть там регулярно уже принимаем посылочки примерно до половины восьмого. У нас еще есть группы ВКонтакте, своих не бросаем, поэтому у нас там есть все координаты, телефоны, можно и принести их в БУИ, и у нас в Костроме пункт сбора, поэтому всю информацию можно найти. Даже особенно сейчас мобилизация, хоть она и частично, но ребята уходят, у нас можно посмотреть, что нужно ребятам взять с собой, бойцам именно, потому что мы закупали специальные не медицинские препараты, это то, что требуется именно бойцам уже на войне, и какая одежда, и теплая, и добавочная, и даже могут к нам обратиться, там есть телефоны, проконсультироваться, что лучше взять с собой.